Друзья, я работаю сайтом Realability Engine. Я восхищен вашими попытками ранить все, что можно на стороне клиента. Это действительно гениальная идея. Это позволяет таким людям, как нам, меньше заботиться о том, а делают ли наши сервисы где-то в бэкэнде, где-то в клауде. Все необходимое. Действительно, почему там machine learning, не знаю, whatever. Ранить все там, но пока не получается. Прям все. То есть из моего опыта процент, можно сказать, бэкэнд сервисов, очень большой по сравнению с теми, которые представляют собой какой-то UI. И тенденция software engineering состоит в том, что количество таких сервисов растет экспоненциально. И микросервисная модель заполонила умы инженеров. контейнеры, оркестраторы, кубернетисы и другие вещи очень сильно, я бы сказал, такие являются сильными энейблерами для того, чтобы строить так называемые cloud native приложения, которые все еще ранятся где-то в клауде, не на стороне клиента. Хотя мне нравится концепция, когда там следующая какая-то генерация клауда, вся будет на самом деле весь клауд, весь там условный новый Azure или Google Cloud, это будут на самом деле компьютеры наших пользователей, их телефоны, это супер. Это выгодно. Я понимаю, почему это происходит. Компаниям это очень выгодно, не нужно платить за железо. Но пока этого не происходит. И в Одессе не так много конференций, а я сам одессит и хотел обсудить вот эту тенденцию cloud native, observability. Вот я пришел на эту конференцию. Немножко она, наверное, мой доклад отличается от остальных, но тем не менее я надеюсь, что он вам будет полезен. Два таких базворда новых, cloud native и observability. Давайте сначала попробуем определиться, что это такое. Я выбрал твит вот этого мужчины, он классный инженер из Red Hat. Такой он шеф какой-то, архитектор Red Hat. Дело в том, что каждый базворд, даже вот, например, такой базворд, как DevOps, до сих пор люди обсуждают, что же это такое. В каждой компании собственная интерпретация. Что такое cloud native? Вот в его представлении это некая экономическая модель, да, то есть это то, что позволяет нам реализовывать вот такие вещи, которые есть на моем слайде. И посмотрите, как вывод, да, что мы улучшаем нашу возможность, как можно быстрее реагировать на какие-то изменения и уменьшать непредсказуемость работы нашего, наших сервисов, нашего софтвера. Что бы это могло значить? Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь сразу задавать. Что бы это могло значить? Ну, то есть на самом деле у cloud native очень много определений. Например, это просто микросервисное приложение, которое ранится в клауде, да, или просто ранится в клауде. Или это приложение, которое, например, стремится быть автономным. Вот мне очень нравится это определение. И оно очень хорошо коррелирует с предыдущим докладом. Очень классный доклад про machine learning, на мой взгляд. Мне кажется, что вот эта идея, что мы должны строить приложение, разрабатывать архитектуру этих приложений, разрабатывать инфраструктуру. Это очень важный момент. Я ближе к инфраструктуре. И даже процессы, которые вместе позволяют нам сделать это наиболее выгодным образом и наиболее, скажем так, наиболее выгодным по времени. В том смысле, что мы как можно меньше времени тратим на выполнение каких-то задач. Какие, допустим, задачи решаю я? Трэблшутинг. Очень много, когда у нас десятки микросервисов в продакшене, когда с ними что-то происходит. Уходит очень много времени на выяснение причин проблем, root cause анализ. И чем больше сервисов сейчас деплоится в продакшене, а это тенденция очень серьезная, тем сложнее искать проблему. То есть пока оно работает все хорошо, там кубернетиси, контейнеры, докер, все супер. Как только начинаются проблемы, очень сложно диагностировать, очень сложно искать, в чем была причина. И что происходит? Инженеры теряют доверие к приложению. Даже не пользователи, просто инженеры. Это первая такая серьезная проблема, с которой столкнулись, ну, скажем так, последние годы хорошие инженеры и пытались искать решение этой проблемы. Ну и они как бы сказали так, ну, слушайте, наверное, тот мониторинг, который мы делаем, он неэффективен. Давайте как-то пересматривать то, что мы делаем. И это назвали новый подход к мониторингу observability. Тоже сложный термин. Есть тоже много интерпретаций, очень много книг или каких-то блогов различных хороших инженеров ссылаются на эти два твита, как определение observability. Ну, вот типа вот так, да? То есть мониторинг говорит вам о том, работает ли система observability, помогает найти ответ на вопрос, почему, да? Или еще один вот такой, видите, мониторинг – это больше для нас, таких ребят, которые ранят software production, инструментation – это больше для тех, кто… для девелоперов, тех, кто пишет. А observability вроде как это такой некий суперсет этих двух вещей, и этим должны пользоваться и те, и другие. Не то, чтобы до конца было понятно, да? Но тем не менее я вам предлагаю пока такие формулировки. То есть важный момент какой? Observability не отменяет мониторинг, да? Что такое обычно мониторинг в нашем представлении? Это некий сервис, и у него есть какие-то определенные, назовем их, сигналы, да? Это может быть blackbox сигналы или whitebox сигналы. То есть, грубо говоря, это то, что мы детектим как бы снаружи и изнутри. Изнутри – это то, что у меня справа, это такие вещи, как метрики, трейсинги, логи. Мы на них посмотрим. Снаружи – это то, что у нас могут быть какие-то endpoints, и мы, например, проверяем, здоров ли сервис, готов ли он к работе. Вот. И, допустим, для начала работы, назовем это readiness, и готов ли он потом в процессе своей работы все еще выполнять то, что от него нужно. Это мониторинг. И как бы немножко пока непонятно, а что тогда observability, да? Забегая вперед, я скажу, что для меня скорее, почему мне понравился предыдущий доклад, это сбор как можно большего. Вот хорошо сказали, говорили про модели, да, что чем больше данных мы собираем, тем легче нам строить некие модели, тем легче нам предсказывать какие-то события и, соответственно, как-то реагировать, возможно, да? Получается, observability для меня – это как раз сбор сумасшедшего количества этих метрик, скорее предназначенные не для нашего потребления, не человеческого, а какого-то машинного алгоритма, который позволит нам привести автоматизацию наших систем на следующий уровень. Автоматизацию в смысле уже… Есть такие термины, как, допустим, infrastructure software, автономные системы. То есть, грубо говоря, чтобы боты ранили наш production, а не те там девопсы, опсы, сырье, которых часто девелоперы недолюбливают. Я верю, действительно верю, что это не так фантастично, потому что тенденции к этому идут и не выглядит так, что есть в этом какие-то большие сложности на самом деле. Давайте обсудим что-нибудь про эти сигналы и как сегодня их можно реализовывать. Я покажу вам несколько примеров. Смотрите, начнем, допустим, с метрик. Это такой стандартный сигнал. Наверное, многие из вас работали. Давайте посмотрим, что я могу продемонстрировать. Секундочку. Не вовремя. Смотрите, у меня есть, например, запущенное Node.js приложение. Я попробую сейчас увеличить. У меня есть запущенное Node.js приложение. И давайте проверим. Допустим, я парочку раз там попал на корень. Я просто захожу в слэш метрикс. И у меня есть, например, что я сделал пять реквестов в корень. И у меня есть какие-то различные данные, которые определяют в рамках какого количества миллисекунд, например, какое количество респонзов было и какие-то другие метрики. Эти метрики такие стандартные. Что я сделал? Я сделал Node.js сервер. Я воспользовался библиотекой, которая называется пром. Пром – это от слова Prometheus. Prometheus – это очень хороший, я бы сказал, такой фреймворк, который позволяет вам инструментировать ваши различного рода приложения, собирать метрики, экспозить их вот таким вот образом. Это одна из его главных фишек. То есть идея в том, что когда у вас микросервисы, их, допустим, 20, они ранятся где-то у вас в продакшене, как их собирать, эти метрики? Первый вариант – это отсылать их куда-то на сервер. Второй – их просто вот так вот экспозить. И сам сервер ходит и собирает. Чем этот вариант лучше, чем он не нравится? Когда вы как девелопер разрабатываете, вам не нужны никакие серверные системы, чтобы уже наблюдать эти метрики. Вот мы там нажали пару раз F5, и мы видим уже какие-то значения. Там вплоть до того, что, например, прямо из коробки там какая-то версия там Node.js, например. И Prometheus очень популярен сейчас. И одна из причин его популярности, потому что он очень хорошо ложится в концепцию cloud-native приложений. И он нравится вот этим фаундейшеном, который начался фактически с кубернетиса. И Prometheus был там вторым проектом по счету, который еще не в статусе так называемого graduated, но тем не менее. Я вас очень сильно мотивирую заходить на эту страничку cncf.io, если вы еще никогда этого не делали, потому что фактически это что-то такое, как бы консорциум всех топовых компаний, таких как Microsoft, Google, Red Hat, Amazon, которые работают над серьезным сетом open source программного обеспечения. Это все бесплатно, это все open source, который очень сильно задает как бы некие правила игры на рынке. И вот эти вещи становятся постепенно стандартами. И вот в частности Prometheus. Соответственно, сегодня почти все приложения уже умеют экспозить вот такие метрики в формате Prometheus, дальше он умеет собирать, и там условно, что с ним может происходить. Вот у вас, допустим, может быть такая консолька, вы можете делать какие-то запросы в нее. Допустим, request count. Request. Давайте так. Вот. Тут он там фильтрует. Вы можете видеть, например, HTTP request durations milliseconds. Они могут быть очень сложными. У него достаточно серьезный query language. Собственно говоря, не очень хорошо видно. Они его разработали как бы с нуля. У него достаточно серьезная модель хранения данных. Time series DB. Ну, в общем, такой готовый solution для того, чтобы вы могли инструментировать, для того, чтобы вы могли собирать метрики и анализировать. Вот. В чем есть, существуют проблемы? Когда мы говорим про микросервисы, очень часто это сервисы, вы знакомы с концепцией, которые могут разрабатываться девелоперами, в принципе, так, как они хотят, на основании контрактов, которые они договорились друг с другом, с другими командами. То есть, может быть, одна команда делает на питоне, вторая на Node.js, третья на Go, четвертая на дутнете. И по большому счету это допускается. Соответственно, когда мы начинаем инструментировать код, челлендж, который есть, не всегда доступны те библиотеки, которые мы хотим, допустим. Мы хотим заинструментировать код так, чтобы Prometheus везде работал и метрики экспозились. Однако почему-то, допустим, для условного, не знаю, RASTA или даже Node.js саппорт не очень хороший. И типа что делать? Это большой челлендж. И этот челлендж призван решить, продукт, который называется OpenSensus. Про него в Украине пока еще вообще не говорили. Я считаю, это большая проблема. И давайте обсудим. OpenSensus родился в Google и совсем недавно к нему присоединился Microsoft. Его задача, это а-ля такой фреймворк, который, видите, Single Distribution of Libraries for Metrics and Distributed Tracing. Мы поговорим, что это такое. Идея в том, что вы одним и тем же, по сути, продуктом инструментируете совершенно разные языки и, соответственно, у вас есть консистентность. Типа уже неважно, на каком языке был построен тот или иной микросервис, у вас есть возможность его заинструментировать и фактически консистентно across all your microservices. И это очень крутая штука на самом деле. И, как ни странно, этого до сих пор нет. И Google как бы запенсорсил это на основании продукта Census, который они используют у себя внутри уже давно. Вы видите, списки нет пока, допустим, Node.js, однако есть его имплементация. На гитхабе уже, к сожалению, версия очень, мягко говоря, сырая. 0.02 пока что. У меня есть пример того, как он работает. Давайте я вам покажу. На примере уже… Давайте поговорим с метриками. Типа понятно. Давайте поговорим про трейсы. Ну, то есть благодаря метрикам вот эта консоль Prometheus, sorry, немножко плохо видно. То есть он может не только делать квери, он еще может визуализировать. Ну, типа у него не самый… Такое, это хорошо для начального анализа, но не прям там для продакшена. Для продакшена есть графана. Сейчас посмотрим. Также вот это уже окошко OpenSensus. Он показывает определенную статистику, допустим, по количеству каких-то реквестов. В моем случае это RPC протокол. И вот пример как бы дашбордов, реализованных графане. Я вам покажу. Это live. То есть оно очень хорошо работает с Prometheus метриками. Идея трейсинга состоит в том, что у вас есть, допустим, два сервиса, они общались друг с другом, и в рамках одного и того же, так называемого, допустим, parents pen, вы можете фиксировать один и тот же ID какого-то реквеста. Например, измеряйте его время. Здесь видно наверху это клиент, внизу это сервер, и, соответственно, у них есть один и тот же ID. В рамках этого ID у нас есть определенная статистика. И потом, что с этим можно делать? Вы просто это опять-таки куда-то сливаете, в какую-то систему. Например, вот это Ягер, есть еще Zipkin, и вы получаете вот такие красивые, красивый такой анализ. То есть у вас есть, например, сколько вообще в сумме занимал времени реквест определенный, и какие микросервисы, к каким микросервисам ходили в ходе выполнения этого запроса, сколько времени это занимало. Мы сейчас посмотрим это вживую. Вот. Ну, в общем-то, давайте посмотрим. Начнем с того, что вот у меня есть два сервиса. Они просто общаются друг с другом. Секунду. Давайте я прерву их общение. И запущу еще раз. И у каждого из этих сервисов заинструментирован… Ну, они написаны на Go. Я объясню, почему. Потому что у меня не получилось сделать пока нормальное демо на базе Node.js. То есть Node.js поддерживает gRPC, но с инструментацией немножко проблемы. Ну вот они с друг с другом общаются. И у меня есть прямо на моей… Опять же, на моем локальном компьютере, например, давайте так, localhost. Вот это трейсы сервера. Есть определенная статистика. Я могу посмотреть последние 10, которые занимали больше, чем там 100 миллисекунд. И аналогичная статистика у меня есть по клиенту. Ну и как бы удобно в разработке, я считаю. Вы просто… вам не нужно никуда ходить, вы просто эту информацию видите и все. Она достаточно подробная. Опять-таки, главный профиль в том, что OpenSense создан для того, чтобы у вас не было проблем с сервисами, сервисами, которые мы принято называть полиглот. То есть когда у вас очень много языков различных используется. Это такая статистика про трейсы. Есть и другая. Например, stats, в моем случае rpc.z. То есть мы можем посмотреть у одного сервиса условно, что сколько было послано данных, а у второго, соответственно, получено. В случае с JavaScript, вот это у меня есть тоже Node.js приложение. В принципе, он вот эту штуку делает. Но там сыровато. По крайней мере, вот я кликаю, он что-то мне ругается. Я не стал пока разбираться. Но оно будет работать. Но они даже не заявляли, что для Node.js сейчас работает. Но будет. Это их как бы цель. Поэтому я пока показал на гору. Рассчитывал, что покажу, но не получилось. Что с этим делать? То есть когда вы это у себя поранили на своем локальном компьютере, это все хорошо, но как бы бесполезно. Потом это консервится вот такими системами, как, например, Ягер. Вот если мы говорим про дистрибьютор трейсинг. У вас есть некий набор сервисов. Вы там говорите, покажи мне трейсы за последний час, например. Он мне показал последние 20 за последний час. И вот видит вот такую штуку. Мы можем пойти детально посмотреть, что есть некий такой реквест от какого-то одного сервиса к другому. Он занимал определенное количество времени. И достаточно подробная информация. Для трэблшутинга такая информация, ну, сродни, вот опять-таки, возвращаясь к предыдущему докладу, вот эта дейта, она сродни той дейтой, про которую любой там machine learning инженер мечтает. Чем больше у нас таких данных, тем больше мы, наверное, как следующий этап, мы сможем это все скармливать каким-то machine learning логаритмом, которые смогут, допустим, предвидеть проблемы на продакшене и реагировать превентивно. Это мечта. Ну и вот пример графаны аналогично. То есть как это сейчас работает? У меня есть такое приложение. Я объясню. Смотрите, это такой example. Я нажимаю в 5 и периодически меняется справа виде представления книги. То есть без звездочек, со звездочками. И звездочки то черные, то красные. То есть у меня есть набор микросервисов. Вот такой, смотрите. Один написан на Python, другой на Java, третий на Ruby и четвертый на Node.js. И каждый из них определенным образом сконфигурирован, чтобы в каком-то таком консистентном формате собирать метрики, собирать distributed traces и логи даже. Давайте вернемся к еще одному типу сигналу. Это логи. Distributed trace более-менее понятно. В логах что для нас самое главное? Как для меня, как человека, который там пробушует часто продакшен, чтобы у меня был а-ля такой ID request. То есть если это в рамках происходит одного и того же, скажем так, как request или какой-то сессии, два сервиса общаются друг с другом, чтобы я это мог увидеть по логам, я зашел в какую-то систему, отфильтровал по этому ID, увидел все логи всех сервисов, которые в этот момент общались. И потом я в такой системе, как, допустим, Elastic, в данном случае UI, который называется Kibana, я это анализирую. Давайте посмотрим это в реальной жизни. Вот Kibana, там за последние 15 минут посмотрим. Бывает такое интересно. Упало, сжали. Хотелось бы узнать, почему, но я примерно понимаю. Ну, на картинке это было бы вот так. Хороший пример. Пока все работает, у этих микросервисов все хорошо, но как только перестает, сразу эти микросервисные мечты разбиваются в реальность. Ну, тем не менее. Логи более-менее все понимают. Я думаю, большинство даже работало уже с Elastic. Окей. То есть, по сути, мы сейчас говорили, ну, я не показал ничего нового, да, может быть, какие-то просто типы сигналов, которые кто-то раньше не обсуждал. Что же про observability? К сожалению, я не могу сказать вам, что индустрия прямо уже научилась вот с помощью machine learning алгоритмов что-то делать, но мне кажется, что инженерам становится все больше и больше понятно, что по сути observability сводится к тому, что мы с каждого сервиса, который у нас есть, консюмим очень много данных про различные сигналы, логи, метрики, трейсы. Я думаю, что в определенный момент либо появится какой-то новый сигнал, либо откажутся от каких-то, потому что не всегда они прям полезны. И есть как бы вопросы, допустим, к логам, к тому, как мы их пишем. Другой вопрос, что, может быть, мы должны пересмотреть саму концепцию. Следующий этап – это сбор этих логов в какое-то централизованное хранилище. Мы говорили, допустим, Ягер, Elasticsearch, Prometheus. И самый главный момент, которого сейчас еще нет, но он будет, я абсолютно уверен, это процессинг. То есть что-то с этими вещами нужно делать и на выходе получать какие-то action-items. Раз, раз. Да. И самые простые примеры, например, я по логам вижу, что какой-то микросервис стал, его response time увеличился, допустим, в два раза, это аномалия. Соответственно, в таком случае давайте сделаем какую-нибудь там функцию, которая автоматически будет триггернута благодаря тому, что появился определенный ивент в логах и возьмет и перезапустит сервис этого, инстанс этого сервиса, например, или убьет просто инстанс этого сервиса и кубернетис автоматически нам поднимет инстанс этого сервиса, потому что если мы убили инстанса кубернетису, мы сказали, что у тебя всегда должно быть три инстанса. Просто его задача увидеть, что их уже стало не три, а два, и он обязан поднять третий. Эти системы построить сегодня будет несложно. Проблема в том, что я предложил вам очень простой пример, да, а примеров, как бы, которые существуют, ну, очень часто получается, ну, какая-то уникальная аномалия, да, появляется на продакшене. Ну, и это интересно. То есть я могу сказать, что для инженеров, которые трэблшутят продакшен, хорошо, если это известная аномалия, а если нет. Если мы научим наши алгоритмы работать неизвестными аномалиями, вот это будет круто. Но хотя бы пока, то есть, следующий левел автоматизации будет состоять в том, что автономные системы. Автономные системы, которые автоматически self-healing, автоматически приводят работу наших систем в expected состояние. Есть очень серьезный подход, сегодня очень популярный, называется service mesh, то, как это обеспечить. Идея service mesh состоит в том, что у нас, допустим, там десятки микросервисов, все они начинают работать через некий прокси, который мы централизованно управляем, control plane, и у каждого сервиса свой прокси. Это сервисы ABCDF. Они понятия не имеют о том, что они работают через прокси. И прокси перехватывает все сообщения. На уровне прокси централизованно мы настраиваем политики security, политики сбора, мониторинг логов и всех этих сигналов, метрик. На уровне прокси мы там устанавливаем, допустим, различные cloud design паттерны, такие как, как мы имплементируем retry, как мы имплементируем circuit breaker, как мы имплементируем балхеды и другие-другие многие вещи. И разработчикам, с одной стороны, не нужно это делать на уровне своего сервиса, с другой стороны, еще и можно делать это централизованно. И опять-таки нам тогда даже не нужно, допустим, использовать такие библиотеки, как opencensus, нам достаточно использовать вот этот прокси. И я вам могу сказать, что вот там пример, который у меня сейчас работает, вот эти вот различные сигналы, которые мы видим там в графане сейчас или в Ягере, или в Прометеосе, не видим, но тем не менее, точнее в Кибане. Вот. Они основаны на сервис-мэше, который называется Istio. Это такой первый пример близкого к продакшену решению, который тоже очень сильно инвестируют такие компании, как Google, Microsoft. есть другие сервис-мэши, допустим, Linkerd, вот, консула, своя сервис-мэш появляется. Опять же, есть они вот здесь в списке. В чем идея? Что если вы хотите девелоперов освободить от таких задач, как инструментация кода, когда у нас очень много сервисов, написанных на разных языках, там opencensus не поддерживает какой-то язык, например, вы можете просто положить все эти сервисы на вот этот меш и собирать все сигналы с меша. Это только если мы говорим про observability. Это очень хорошая идея. И первая причина, по которой вообще появилась идея сервис-мэша, это было как раз то, что появляется observability. А потом люди поняли, что у нас может быть благодаря observability очень хороший traffic management, у нас может быть security политики. И эта технология очень серьезно развивается. Ну вот такая история. Если подвести итог, то небольшой такой summary про что такое cloud-native observability. Это про доверие инженеров к нашим системам, которые мы сделали. Это возможность troubleshooting этих систем, используя данные. Это некий такой enabler для построения автономных систем. Это возможность делать event-driven application management. Очень популярный. весь function или serverless approach основан на том, что есть какой-то ивент и триггерится какая-то функция. Это очень хорошо ложится на application management, на какие-то operational задачи, которые мы выполняем на production. Ну, сервис mesh очень сильно позволяет нам как бы вот стартовать, да, вот этот entry point сделать. Ну и open-sensus тоже. Ну такая история. Вопросы? Вы знаете, мы уже вышли со времени нашего слота, поэтому если у вас есть вопросы к Олегу, Олегу большое спасибо за доклад. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok